Манька да Ванька. Одна с косичками на голове, второй с усами или челкой. Такой портрет двух влюбленных нарисовать несложно, а объединить в одну коробочку еще проще. Так будет выглядеть подставка для нового колючего друга ребят из Центра Преодоления. Кактус мы выбрали, потому что это неприхотливые растения, за ними легко ухаживать, и каждый ребенок сможет исправиться с заботой о таком детеныша, можно сказать. Мы хотели показать, что о любви, как и о растениях, нужно заботиться, ухаживать. Говорят, что они забирают электромагнитное излучение в доме, их очень полезно ставить у компьютера, и они там хорошо растут и размножаются, даже маленьких кактусят можно получить. Не просто посадить кактусы в новые домики, но и украсить их ко дню Святого Валентина. Такой мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в кванториуме впервые. Педагоги давно хотели приобщить особенных детей к таким занятиям. Реализовать идею помогли биоквантум и промышленный дизайн. Дети с ограниченными возможностями здоровья, они всегда немножко далеки от высоких технологий, поэтому мы решили для них провести данный мастер-класс, потому что благоустройство территории – это актуальная тема, озеленение территории тоже – это актуальная тема, особенно в промышленном городе, поэтому мы решили именно озеленить и создать своими руками коробочки, то есть чтобы они именно творчески подошли к этому делу. Собирать сердечки из фетра, украшать колючие кактусы, делать их уютнее и мягче. Необычное занятие понравилось как детям, так и взрослым, которые не смогли не присоединиться к процессу. Подам окна, на 4-й этапе в 0-я. Мне очень нравится. Кому подаешь? Маме. Мы сидим дома, ну как сидим дома, мы танцуем на колясках, но все равно в основном общения-то нет, только среди своих. И хочется иногда выйти куда-то, посмотреть что-то необычное сделать. Вот как раз подвернулся такой случай, нас пригласили сюда, получили огромное удовольствие. У меня нет дома цветов, представляете, у меня будет 5 кактусов. В конторе мы уверены, у таких полезных встреч впереди большое будущее. В следующий раз дети с ограниченными возможностями попадут и в другие квантумы, чтобы больше узнать о сложных процессах и явлениях, из которых состоит наш мир. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.